23 сентября праздничные мероприятия, посвященные 110-летию поселка, продолжились. Дуная превратился в место большого семейного праздника. С места события наш следующий сюжет. Не по-сеннему теплая погода 23 сентября стала одним из первых подарков, который позволил с самого утра жителям Дуная и его гостям насладиться приятной праздничной программой в честь 110-го дня рождения поселка. Нынешний день рождения юбилейный, поэтому к такому событию организаторы готовились с большим старанием, позаботившись заранее о приятных сюрпризах для всех участников торжества. Праздничные мероприятия в этот день начались с шествия трудовых коллективов поселка. Первую колонну возглавили почетные граждане, старожилы, первостроители, дети и внуки первых переселенцев. Вслед за этой колонной проследовали те, чья жизнь и судьба связаны с военной службой, а также славные труженики 30-го судоремонтного завода. По центральной улице прошли и те, кто дали клятву Гиппократа, работники здравоохранения, а также работники сферы обслуживания, спорта, культуры и образования. Праздничные мероприятия продолжились с митингом. Достойных жителей поселка наградили благодарственными письмами и грамотами. С юбилеем всех жителей поселка поздравил глава городского округа Александр Баранов. В течение всего дня жители поселка со сцены радовали своими творческими номерами песенные и хореографические коллективы Дуная и Фокина. А вечером настоящим подарком для всех стало выступление известной музыкальной Владивостокской группы «Радио Бэнд» с полюбившимися хитами 90-х. «Радио Баранов» «Радио Баранов» «Радио Баранов» Закончились праздничные мероприятия салютом. Яркие вспышки фейерверка и искры добрых воспоминаний теперь будут согревать сердца всех жителей поселка до следующего дня его рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова